Приветствую, друзья, я Виталий Портников. Сара Вагехнехт, один из самых популярных немецких политиков, недавно покинувшая левую партию, создала собственную политическую организацию, которая, и это беспрецедентный случай в немецкой политической жизни, будет носить ее имя — Союз Сары Вагехнехт. Наблюдатели уже сейчас говорят, личная популярность Вагехнехт столь высока, что новая партия может поколебать позиции сразу нескольких политических организаций на немецкой сцене. Это и левые, которые явно ощущают себя не лучшим образом после ухода Вагехнехт, и, кстати, ультраправая альтернатива для Германии, которая в последнее время становится все более и более серьезной политической силой, но с появлением Союза Сары Вагехнехт может вновь вернуться на привычные для себя маргинальные позиции. И что самое важное? Скорее всего, Союз Сары Вагехнехт не будет восприниматься большинством политических партий Германии как нерукопожатная партия. Стоит вспомнить, сколько лет понадобилось левым для того, чтобы преодолеть то отчуждение, которое было между ними и другими левыми и центристскими партиями Германии. Сколько времени социал-демократы и зеленые считали невозможным формирование парламентских коалиций с левыми в местных органах власти. А альтернатива для Германии до сих пор находится за бортом реальных коалиционных соглашений. Никаких возможностей создать с этой партией правительство на уровне земли или местных органов власти до сих пор просто не существует. Ни одна из немецких партий не согласна договариваться с партией, которую подозревают не просто в реваншистских тенденциях, но и в замаскированных симпатиях к России. И когда представители Христианского демократического союза во время одного из голосований на земельном уровне проголосовали за формирование нового правительства вместе с альтернативой для Германии, это окончилось крахом для целой земельной организации ХДС, так что никто сейчас серьезно не осмелится. А у Сары Вагехнект таких проблем, кажется, не будет. И это является ее главной целью, чтобы без ее партии не удалось сформировать правительство на земельном уровне, а возможно и федеральное правительство. Но это будет уже, разумеется, зависеть от тех результатов, которые партия Сары Вагехнект покажет на выборах Бундестага. И это весьма опасно, потому что Сара Вагехнект, опять-таки, в отличие от многих других немецких политиков, не скрывает политических взглядов, которые отвечают интересам и намерениям Кремля. Она выступает против продолжения военной помощи Украине. Она говорит о необходимости переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Когда ей напоминают, что Путин не готов ни к каким переговорам, и что его основной целью является уничтожение украинского государства, она приводит в качестве примера переговоры между российской и украинскими делегациями в Турции. И утверждает, что если бы украинская страна тогда пошла на уступки, российские войска могли бы вернуться на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Эта точка зрения не имеет никаких объективных обознаваний, хотя бы уже потому, что мы помним об обструкции, которую подвергся руководитель российской делегации на переговорах в Турции, Медынский, когда с подобными предложениями вернулся в российскую столицу. Тогда о предательстве членов российской делегации вслух говорили представители российских пропагандистов. И было понятно, что президент Владимир Путин не примет подобных условий и воспользовался переговорами, чтобы продемонстрировать неспособность к любым договоренностям со стороны Киева. Но понятно, что на Сару Вагихнехта подобные доводы не действовали и действовать не будут, потому что она отрабатывает свою собственную политическую программу. И получается, что сейчас немецкая политическая система будет как бы окружена с разных сторон представителями политических сил, утверждающих, что необходимо возобновить и переговоры, и нормальные отношения с Российской Федерацией. Это, с одной стороны, партия-альтернатива для Германии, представителей которых можно было увидеть в российском посольстве на дипломатических приемах даже после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. А с другой, с левой стороны, это Сара Вагихнехт и ее сторонники. И можно с уверенностью говорить, что у Владимира Путина в Германии появилась новая звезда. При этом понятно, что Вагихнехт будет куда более осмотрительно, чем другие европейские политики, которые не скрывали своего желания усиливать отношения с Россией, но постоянно попадали в скандалы, связанные то с открытием счетов в российских банках, то с финансированием из России, и то с ситуацией, когда они под камерой говорили о том, что были бы заинтересованы в российском финансировании. Потом приходилось годами отправдываться, отмываться, терять министерские портфели. И бывшая министр иностранных дел Австрии госпожа Кнайсель после демонстративной истории с приглашением Владимира Путина на свою собственную свадьбу и танцем с российским диктатором вообще вынуждена была покинуть Австрию и сейчас живет в России. Сара Вагихнехт в России жить не собирается. Она собирается играть значимую политическую роль в жизни Германии. Это означает, что никаких чеков от Владимира Путина, разумеется, мы в ее портфолио не увидим. Зато будем слышать предложения, которые как раз и высказывают политики пророссийской ориентации. Но предложения, которые она будет объяснять неспособностью европейских политических элит завершить кровопролитную войну на европейском континенте. Утверждениями, что любой плохой мир лучше добрать ссоры. Предложениями прислушаться к тревогам Москвы относительно ее собственной безопасности. Собственно, все это неоднократно уже было. И Сария Вагихнехт не откажешь в политическом мужестве. Она была готова защищать эти взгляды даже в самые непростые месяцы, когда было абсолютно ясно, что подобные позиции вызывают осуждение большей части немецкого общества. Когда было известно о злодеяниях России в Буче или в Бородянке или в Визюме. Сейчас первый шок от нападения России на Украину уже прошел. Германия интересуется не только кризисом в Украине, но и кризисом на Ближнем Востоке, к которому могут прибавиться новые кровопролитные войны в различных регионах мира. И тут Сария Вагихнехт с ее утверждениями, что для дальнейшей стабильности Европы необходимо найти общий язык с Россией, может быть воспринято позитивно многими ведущими немецкими политиками, даже из традиционных партий, ведь мы слышим их предложение о необходимости переговоров с Россией постоянно, но и большой частью избирателей, которые будут считать, что немецкая помощь Украине, а это мощь может возрастать по мере того, как будет уменьшаться помощь Соединенных Штатов, бьет по федеральному бюджету и в результате не приносит никакого реального результата, который мог бы привести к прекращению одной из самых больших войн на европейском континенте после окончания Второй мировой войны. Так что можно твердо говорить, что Владимир Путин, даже ничего открыто не предпринимая, получил новую звезду на европейском континенте, новую влиятельную фигуру в немецкой политической жизни. Человека, способного создать в Германии спустя столько десятилетий вождистскую партию. И это тоже о многом говорит. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Байми и Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мира вам! Продолжение следует...